Глава 19. Заключительный акт в драме обольщения. Сатана выдает себя за Христа. Друзья, я верю в то, что мнимая Мария, представляющая собой дело рук Искусителя, очень скоро телесно явится миру. И посредством этого шедевра Сатаны тысячи, нет, миллионы невинных людей будут обмануты. Возможно, и сама Дева, точнее, нечистый Дух, олицетворяющий ее, представит миру своего Сына, фальшивого Иисуса, за которым в действительности стоит сам Сатана. И если это так, то это событие увенчает обольщающую деятельность Сатаны. Но даже до того, как это произойдет, мы можем видеть демонов в обличии таких апостолов, как Петр и Павел, нынешнее существование которых противоречит тому, что было написано под руководством Святого Духа. После трех дней мрака святой Петр и святой Павел, сойдя с небес, будут проповедовать всему миру и назначат нового папу. От их тел будет исходить великий свет, который почиет на том кардинале, который должен стать папой. После этого христианство распространится по всему миру. Этот святой понтифик был избран Богом, чтобы противостоять надвигающейся буре. В конце у него появится дар творить чудеса, и его имя прославится по всей земле. Все народы возвратятся в церковь, и лицо земли обновится. Цитата из католического источника. Очень небезопасно думать, что видеть, значит верить. Сатана рассчитывает на это ложное умозаключение, для того, чтобы обмануть жителей земли. Дорогие друзья, я не могу утверждать, что сатана с помощью своих дьявольских уловок поступит или не поступит именно так, как это было описано выше. Но в чем я абсолютно уверен, так это в том, что Писание дает нам следующее предупреждение. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 13 по 15 стихи. Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления, знак власти демонов, творящих чудеса. Дьявольские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы утвердить их в заблуждении и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления. Им удастся обмануть и вождей, и их подданных. Восстанут люди, которые будут выдавать себя за Христа, присваивая себе имя и поклонения, принадлежащие только Спасителю мира. Они будут совершать удивительные чудеса исцеления и утверждать, что получили откровения с неба, но эти откровения будут противоречить свидетельству Священного Писания. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет являться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Книга Откровения, 1 глава, с 13 по 15 стихи. Слава, окружающая его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных «когда-то Христом». Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем святить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно святить седьмой день, хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! И, подобно самарянам, обманутым Симеоном Волхвом, многие от мала до велика будут внимать этому колдовству и скажут «Сей и есть великая сила Божия». Книга Деяний, 8 глава, 10 стих. Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лжи Христа противоречит Священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю и его образу, именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет издрит гнев Божий без всякой милости. Более того, сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, и ясно указывая на то, как будет происходить его пришествие. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных». Итак, если скажут вам «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие Матвея, 24 глава, с 24 по 27 стихи. Смотрите также Евангелие Матвея, 24 глава, 31 стих, и 25 глава, 31 стих, а также книгу Откровения, 1 глава, 7 стих, первое послание фессланикийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Такое пришествие подделать невозможно. О нем станет известно повсюду. Его увидит весь мир. Только усердно исследующие Писания. Те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которая пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушение. Выявят истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Это была цитата из книги «Великая борьба», страница 624-625. Друзья мои, я знаю, что вопрос заключается не в том, произойдут ли эти сверхъестественные обольщения или нет, а в том, когда это будет. По их собственному признанию, авторы книги «Гром правосудия» верят в то, что поскольку Мария, родив Иисуса, совершила первое пришествие Христа на землю, она будет той, через которую совершится его второе пришествие на землю. И как Иоанн Креститель приготовил путь для первого пришествия Иисуса, продолжает книга. Так Мария готовит путь для его второго пришествия. Мария провозглашает, что новый мир и новая вера уже при дверях, и победа ее непорочного сердца, и Вторая Пятидесятница, излитие Святого Духа, приблизят царствование Святого Сердца Иисуса. Пресвятая Богородица говорила через Отца Гобби 13 октября 1990 года о славном царствовании Иисуса и Его Втором пришествии. Славное Царство Христа, которое будет установлено среди вас при Втором пришествии Иисуса в наш мир, уже при дверях, при Своем славном возвращении Он установит Свое Царство посреди вас и приведет все человечество, искупленное Его драгоценную кровью, в Свой новый земной рай. То, что Он готовит для нас, не может сравниться ни с чем, существующим от сотворения мира. Это была цитата из католического источника. На основании своих ожиданий и предсказаний авторы заключают, что Мария не только в скором времени совершит свои грандиозные явления людям. Возможно, на этот раз ее увидят миллионы людей полностью в телесной форме, но в ближайшем будущем будут происходить многочисленные сверхъестественные вещи, как, например, появление на небе неисчезающего красного языческого креста в форме буквы Тау, означающей Фомузу. Помимо этого, она обещала оставить видимый знак для всего человечества на месте своего явления в Меджугорье. Другие говорят, что к 2000 году Мария оставит ярко выраженный знак. Я думаю, что для того, чтобы это увидеть, нам остается только ждать. И станет ли мнимая Матерь Божья при содействии экуменических стараний Папы, той, которая перевесит общественное мнение в сторону объединения всех церквей мира и вернет всех дочерей-блудницы к своей матери? Друзья, не только это возможно, поскольку она, не увидев тление, была забрана на небо, согласно католической вере, или как большинство христиан и нехристиан полагают, что она является живым духом, то Мария может стать той, которая объединит церкви мира вокруг единой цели под видом спиритизма в его современной форме, движении Нового века. Таким образом, на основании общих верований, в святость воскресного дня или в поклонении вавилонскому богу Солнца, которое движение Новый век называет Отцом, и в доктрину о бессмертии Души, которую Новый век называет Реинкарнацией, будет сформирован тройственный союз, состоящий из католицизма, отступившего протестантизма и спиритизма, «Бог пророчествовал о формировании такого тройственного союза и открыл это Иоанну следующим символическим языком «И увидел я выходящих из уст дракона, то есть языческого спиритизма, и из уст зверя, римского католицизма, и из уст лжепророка, отступившего протестантизма, трех духов нечистых, подобных жабам, это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань оный великий день Бога Вседержителя, «Сейду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его» Учение о бессмертии души, которое лежит в основе поклонения изображению Деви Марии и в любви к ней, и в какой бы форме человек этого ни делал, готовит путь для поклонения демонам. Если вы верите, что духи умерших могут общаться с живыми, вы становитесь легкой добычей, ожидающей всепоглощающего обмана Евы Нового века, царицы грядущего Нового века. А может ли Дева Мария быть той, которая убедит мусульман присоединиться к другим религиям на основании общих пунктов веры? Интересен тот факт, что известный город Фатима, что в Португалии, в котором Дева Мария появлялась много раз, был назван в честь дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Более того, одна из книг Корана названа Мариам или Мариум, Дева Мария. Мусульмане по всему миру считают ее благочестивой женщиной слова, которая, как мне сказали некоторые мусульмане, уже на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok